Всем привет! С вами Краткая История. 12 июня вся страна отмечает День России. Но с чего же началось российское государство? Кто первым объединил Русь и с какими трудностями пришлось столкнуться? Прежде чем мы дадим ответы на эти и другие вопросы, не забудь подписаться на наш канал и активировать колокольчик. А теперь, присаживайся поудобней, мы начинаем! До того, как князь Олег объединил Север и Юг Руси 1140 лет назад, говорить о каком-либо единстве восточных славян не приходилось. Их племенные княжества являлись отдельными государствами, и отношения между соседями были далеко не братскими. Поляне, к примеру, враждовали со всеми вокруг, включая древлян и северян. В итоге Хазарский Каганат покорил и полян, и северян, а также вятичей с родимичами, в то время как с Балтики нападали викинги, обложившие данью Словен, Кривичей, Чудь, Весь, Мерю. Все это дало первый толчок к объединению. Восставшие против пришельцев с северо-запада племена решили быть заодно и поставили над собой общего правителя – Гастомысла. Однако после его смерти опять разделились и передрались. 862-864 годы. К середине IX века Словени, Кривичи, Чудь и Весь спохватились и принялись восстанавливать единство. Они позвали из-за моря внука Гастомысла по дочерней линии – Рюрика. Таким образом, ядро объединения возникло на севере, и Русь самых своих истоков стала разноплеменной и многонациональной. А если тебе интересно узнать про Рюрика больше, посмотри этот выпуск. Приведенное Рюриком войско было неоднородным. Состояло как из соблеменников, абодритов, так и наемных варяжских дружин. Два предводителя последних – Аскольд и Дир – решили сменить нанимателя. Со своими отрядами они ушли по Волхву и Днепру, высматривая, чем можно поживиться. Напасть на город Кривичей, Смоленск, они не рискнули. Зато в Киеве узнали, что поляне платят дань хазарам. И поняли, что киевляне не станут драться за своих поработителей. Аскольд и Дир с сотоварищами ворвались в город, перебили хазарских чиновников, и как освободители получили от полян целое княжество. Для викингов такие действия были вполне обычными. Они и в других странах захватывали большие области и основывали в них собственные герцогства. Хазары должным образом отреагировать не смогли, поскольку в то же время против них начал войну Рюрик. В летописях ее почти не упоминают. Но в 864 году среди подчиненных родоначальнику первой русской правящей династии городов оказались Ростов и Муром, а среди племен – Мурома и Мерия. 864-879 годы. Как и все бродяги-викинги, киевские соправители не умели и не любили заниматься хозяйством и прочими государственными делами. Покоренные ими земли становились лишь базами для пиратских набегов. Так произошло и в Киеве. В 864 году варяги напали на Болгарию, однако получили отпор и даже потеряли сына Аскольда. Убиен бысть от болгар Аскольдов сын. Через год погромили палачан. Много зла сотворишься. После чего Полоцк в поисках защитника признал власть Рюрика. Повоевали Аскольд с Диром и с древлянами, и с уличами, а у северян захватили Любец. Такая политика соправителей завела Киев в тупик. Они напакостили всем, кому только было возможно. Хазарии, Болгарии и Византии. Надо было выкручиваться из сложившейся ситуации, и пришлось обратиться к грекам. Аскольд и Дир настолько нуждались в помощи, что выразили готовность креститься. В Константинополе такому повороту обрадовались. Император Василий Македонянин и патриарх Игнатий сразу же откликнулись на приглашение, и в 867 году направили в Киев епископа и священников. Крестились Аскольд и Дир из чисто политических соображений. По византийской традиции они стали считаться подданными императора, став вассалами Византии. Она в тот период и впрямь могла помочь. Во всяком случае с Хазарией у нее были прекрасные отношения. Дипломаты императора заступились за новых подданных. В Сколе после крещения киевских правителей их отряды напали на Кривичей и захватили Смоленск. Успех не развили, однако цель Византии и Хазарии была достигнута. Северную Русь стравили с Киевом. Теперь Рюрик стоял перед труднейшим выбором. Отправив войско против Каганата, ударят по тылам с Днепра. А одолеть Аскольдовой дружины было непросто. За ними стояли две сильнейшие державы. Соучастники предводителя мятежников окопались в Киеве, выжидая подходящий момент, чтобы снова посеять смуту. Подробности тех далеких событий нам неизвестны, но летописи показывают. По Волге и Днепру была восстановлена торговля. Значит, враждовавшие правители заключили между собой мир. Рюрик занялся обустройством своего государства, уделяя особое внимание обороны со стороны Балтики. Во второй половине IX века разгул викингов достиг небывалых масштабов. Варяги терроризировали Англию, Ирландию, Германию и даже Данию, которая и сама была пиратским гнездом. И только на Русь после прихода сюда Рюрика не было ни одного вторжения. И все же Русь в те годы оставалась раздробленной. Условно на северную Рюрика и южную Аскольда и Дира. О том, как же удалось объединить княжество, смотри в нашем следующем выпуске. А пока напиши в комментариях, что думаешь о героях прошлых лет. Не забудь подсказать тему для будущих выпусков, поставить лайк и активировать колокольчик. С вами, как всегда, была Краткая история. До новых встреч!